Уважаемые студенты, я Дусанов Абдугар Дусанович, датсин капитал внутренней медицины номер 4 Самариканского государственного медицинского института. Мы сегодня проводим лекции на тему хроническая сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность, в состоянии, при котором функция сердца, как насос, не обеспечивает органы ткани организма достаточным количеством крови. Это приводит к появлению клинических признаков сердечной недостаточности. Слабость и утомляемость, ограниченные активности, одышка, ночное удушье, сердцебиение и отеки. Актуальность Хроническая сердечная недостаточность плохо подойдет к лечению. 20 больных через 1 месяц, 30 больных через 3 месяцев повторно госпитализируются в стационаре. Научные исследования трудно вводимы в практическую деятельность. Точных статистических данных о хронической сердечной недостаточности не имеется, так как обозначают качество симптомов или осложнение, а не как самостоятельное заболевание. Большинство пациентов лечатся в ОП, а не в кардиологами. В настоящем уровне сердечные гликозиды диуретские являются дешевыми препаратами и используются в терапии. Хроническая сердечная недостаточность является показателем для стационарного лечения. Причины, вызывающие хронической сердечной недостаточности. Сидром хронической сердечной недостаточности может осложнять течение практически всех заболеваний сердечно-сосудистой системы, но главным причинам хронической сердечной недостаточности составляющей боли половины всех случаев является ишемитская болезнь сердца, артральная гипертония, сочетание этих заболеваний, а также клапанный порог сердца. Не ишемитская кардиомиопатия включается в себя как идиопатическую дилатационную кардиомиопатию, так и специфические, из которых наиболее распространены, имеют кардиомиопатия, как исход миокардита и алкогольная кардиомиопатия. Патогенист сердечных недостаточности при различных заболеваниях. Ишемическая болезнь сердца. Развитие острого инфаркта миокарда с последующим очаговым снижением сократимости миокарда и дилатация полица левого желудочка является наиболее частью причиной хронической сердечной недостаточности. При длительно существующей коронарной недостаточности без инфаркта миокарда может прогрессировать потеря жизнеспособности миокарда, диффузность и снижение сократимости, дилатация камер сердца и развитие симптомы хронической сердечной недостаточности. Артериальная гипертония. Изменения миокарда левого желудочка, получавших название гипертонистского сердца, также могут быть причиной хронической сердечной недостаточности. Причем у многих таких больных долгое время сохраняются нормальные сократимости миокарда и функция выброса левого желудочка, а причиной диффузности могут быть нарушены наполения сердца крови в диастолу. Классификация хронической сердечной недостаточности. Стадия первая. Начальная, скрытая. Возвитание хронической сердечной недостаточности при тяжелых физических нагрузках. Нарушение гемодинамки вовремя покоя не выявляется. Стадия 2. Стадия проявления клинических симптомов. Нарушение гемодинамки с засовем малого и большого кровообращения. При второй стадии А фазы. В малом и большом кровообращении гемодинамки нарушение мало развито. Мы только выявляем гипотомигалия. При второй стадии Б фазы. Хроническая сердечная недостаточности вовремя покоя. Гемодинамические нарушения и в большом и малом кровообращении. Стадия 3. Стадия дистрофии. Глубокие гемодинамические нарушения. Необратимые изменения в органах и тяжелых тканях. Неэффективность лечебных мероприятий. Тепы хронической сердечной недостаточности. Левожужковый тип. Митральный аортальный порог сердца. Коортация аорты. Кардиоциклероз. Ишминская болезнь сердца. Враждонные сердечные аномалии. Провожужковый тип. Стеноз легочной артерии. Легочная гипертензия. Инфаркт правого желудочка. Причина хронической сердечной недостаточности. Бифасикулярный тип. Меокардит. Кардиомиопатия. Меокардит. Перикардит. Анемия. И тереотоксикоз. Функциональный класс хронической сердечной недостаточности. Первый функциональный класс. Ограничение физической активности отсутствует. Первичная физическая активность не сопровождается быстрой утомляемостью. Появлением одежды или сердцебиения. Второй функциональный класс. Незначительное ограничение физической активности в покое. Симптомы отсутствует. Первичная физическая активность сопровождается утомляемостью, одежды или сердцебиением. Третий функциональный класс. Заметное ограничение физической активности в покое. Симптомы отсутствует. Физическая активность в меньшей интенсивности по сравнению с первичными нагрузками сопровождается появлением симптомов. Четвёртый функциональный класс. Невозможность выполнить какую-либо физическую нагрузку без появления дискомфорта. Симптомы сердечных недостатков присутствуют в покое и усиливаются при минимальной физической активности. Повышенную нагрузку волны переносит, но она может сопровождаться одежкой или замедленным восстановлением сил. Критический признак хронической сердечных недостатков. Симптомы сердечных недостатков. Слабость, утомляемость, ограниченные активности. Одежка, сердцебиение, заставы лёгких и отёки. Вот предварительно рентгенография грудной клетки. Вот первое это в норме, а второе кардиомегалия. Вот видите здесь, сердце имеет шаровидную форму. Одежка, один из симптомов сердечных недостатков. Отёжь ноги, трофейские нарушения. Вот такие признаки встречаются уже в третьей стадии хронической сердечной недостаточности. Лечение хронической сердечной недостаточности. Цель. Уменьшение симптомов. Уменьшение поврежденных органов мишени. Уменьшение количество госпитализации. Улучшение качества жизни больного. Продление жизни. Психологический уход заболеваемое. Дат информации, баллоны о его болезни. Деление больных на психологические типы. Сордаст для больных школы. Установление контакта между больными. Улучшение отношений между больным и родственниками. Общение родственниками больного. Медикаментозная терапия проводится двумя принципами. Это улучшение силы сокращений. Положительные инотропные действия. И уменьшение нагрузки на сердце. 1. Инотропная стимуляция. Сердечные гликозиды. 2. Уменьшение нагрузки на сердце. 3. Уменьшение общее циркульчей крови. 4. Улучшение гормональной регуляции. 5. Ингибитор АПФ. 6. Ангиотензин-2. 6. Вирошпирон. 7. Улучшение гемодинамики. 7. Мы назначаем нитрации. 8. Уменьшение работы сердца. 8. Бетта-блокаторы. Препараты используемые при лечении хронической сердечной недостаточности. 7. Семены признанные препараты. 8. Ингибитор АПФ. 9. Дюречки. 10. Сердечные гликозиды. 10. Бетта-аденоблокаторы. 10. Дополнительные препараты. 11. Вирошпирон. 11. Антагонисты кальция. 12. Препараты используемые при исключительных ситуациях. 13. Это нитрации. 14. Антиаритмические препараты. 15. Аспирин. 15. Гликокальцикостроиды. 16. При гипотании. 16. Статины. 16. При гиперепидемии. 17. Сердечные гликозиды. 17. Применяется более чем в течение двухсот лет, но не влияет на длительность жизни и появление ослаживания у больных. 17. Действия. 18. Инотропный. 18. Усиливает систолы и уменьшает ее время. 19. Хронотропный. 19. Увеличивает время диастолы. 20. Батмотропный. 21. В миокарде образует эктопические очаги. 21. Возможно развитие экстрасистолей. 21. Дромотропный. 21. Уменьшена проводимость по проводочной системе и ослабляет импульсы. 22. Вызывает синдром слабости сенсового узла и блокады. 22. Диуретики. 23. Предоторношает нагрузку на весь объем сердца. 24. Лечение необходимо начинать с минимальных дозок слабых диуретиков. 25. Хрон сердечный недостаток 2-й А. 26. Функциональный класс 2. 26. Функциональный класс 3. 26. Рекомендуется тиозитные диуретики. 26. Гипотиозит. 27. Хронский сердечный недостаток 2-й А. 27. Функциональный класс 3-й А. 28. Комбинация диуретиков. 28. Тиозит, являющийся на петле генли, ингибиторы карбонгидраза. 29. Диакар. 29. Комбинация не более двух недель. 21. Необходимо каждый день определить вес досташе. Если дюрис первый день 1000 мл, во второй день плюс 80 мл. 22. В последующий день 200-400 мл. Бетаблокаторы. Бетаблокаторы замедляют ритм сердца. Сердце начинает работать более экономно, уменьшает негативные влияния избытка гормонов на сердце. При длительном приеме улучшает функцию сердца, увеличивает продолжность жизни, снижает необходимость в госпитализации и улучшает самочувствие. Бетаблокаторы, применяемые для лечения хранеско-сердечных недостатств, это бетабролол, метабролол, корвидилол и другие бетаблокаторы. Ингибитор АПФ. Применяется в 70-х годах 20-го века. Уменьшает активность фермента, превышающего ангиотизм 1-2, ангиотизм 2. Действие уменьшает отток эндотилия сосудов, уменьшает гипертрофию миокарда, увеличивает количество факторов релаксации эндотилия сосудов, уменьшает выделение альдостерона, задержка натрия и воды, и снижает риск развития ишемической болезни сердца и атеросклероза. Сердце болова хранеско-сердечных недостатств напоминает уставшую лошадь, везущую в гору тележку с дровами. Сердечные гликозиды оказывают положительные эндотропные действия, усиливают силы цистерии, уменьшают ее продолжительность. Диуретики уменьшают ОЦК, уменьшается нагрузка на сердце, однако после диурета активируется ренин-ангиотизм-ангиотизм системы, накапливается жидкость, вновь придется назначать диуретики. Нитраты расширяют артериол, венол, снижают периферическое сопротивление, улучшается работа сердца. Ингибитор АПФ, металлоблокаторы и ангиотизм-2 рецепторов снижают синтез нейрогормонов, блокируют их рецепторы, урожают частоты сердечных сокращений, способствуют питанию сердца. Спасибо за внимание!